Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша2000 Готовлюсь сейчас рисовать Сделаю видео Как-то тяжело я сегодня планировала, весь день подкладывала Наконец-то в 7 часов вечера собралась Как-то все не по плану Планировала рисовать одно Буду рисовать совсем другое Потому что как-то По настроению больше подходит Хочется сделать Что-то легкое Над чем я не буду страдать И мучиться Альбом это Самый простой, я его часто вам Показываю Вернее, это уже другой альбом Я не могла дождаться, когда я закончу Тот мой предыдущий Альбом, потому что Это дешевая бумага Низкокачественная Уже хочется переходить на Хорошие, дорогие альбомы Но я решила сначала Кончить с альбомами Подешевле Видео сегодня записываю С живым звуком Чтобы было быстрее Поэтому все может быть Какие-то странные там Клацанье, кликанье Звук от кресла моего Все это возможно Хочу сделать Такой ландшафт Попроще Тоже что-то я Прицепилась к этой палитре Хочу ее, честно говоря Эту краску закончить Переходить на что-то другое Вот эта штучка мешает Просят меня часто Говорить о моих материалах Вот эта кисточка Принстон Это 50 на 50 50 колонок 50 синтетика Хорошая кисточка Я знаю, многим они не нравятся Но мне нравятся И вот это кисточки Предположительно Это колонок Настоящий Это китайские кисточки Фирма Golden Maple Если их кто-то будет покупать Когда вы выйдете на их страницу Golden Maple Art И напишите мое имя Оксана Английскими буквами То вам дадут 20% скидку Не думайте, что я их рекламирую И продаю Мне за это ничего не будет Смачиваю бумагу Часто мне задают этот вопрос Зачем я использую так много воды Смачиваю бумагу А потом салфеткой В каких-то местах Вымокаю краску Если можно сразу Более сухой кисточкой Более сухой краской рисовать Можно Можно все Кому что нравится Кто на что учился Смотря каким стилем Я пытаюсь Акварель Делать прозрачной А для этого Надо много воды В первом слое Потом второй слой Уже можно Не так много воды И можно пользоваться Более сухой кисточкой Видите, как красиво расходится Разве сухой кисточкой Такое сделаешь? Чуть-чуть Такого грязненького Добавим Здесь где-то В некоторых местах Здесь Как будто там Какие-то тучи Потом На дешевой бумаге Так будет лучше получаться Если рисовать Более сухой краской Сухой кисточкой То будут Такие Затертые Работы Замученные Вот здесь Где корона Я делаю Чуть светлее Если вдруг Не получается Светлее То есть краска Пошла туда То я буду Выбирать Это как раз Тот момент О котором Меня спрашивают Часто Зачем Так много Воды Краски Чтобы потом Выбирать Здесь можно Немножечко Убрать Синю Так как тут Потом Зелень пойдет Для того Чтобы все Гармонично Сочеталось Для того Чтобы был Материнский цвет То есть Прокладка Цветовая Первичная Так вот Здесь уже Пойдет Все такое Более Зеленое Что мне Тут Какая-то зеленая Краска Сильно яркая А это Сильно синяя Вот так Вот и рисуем То яркое То зеленое То синее Тоже иногда Спрашивают Зачем так много Цветовый медь Разных Если потом Их смешиваешь И теряешь Натуральный цвет То есть Тот цвет Который был Первый Начально Хороший вопрос Тоже Вот зачем Скажите мне Кто знает Очень часто Видите тут Краска Не раз Комочками Пошла Очень часто Краски Которые В тюбике В кюветке Первоисточник Скажем так Они Очень яркие И вот Чтоб этого избегать Чтоб избежать Яркость Сразу А потом Чтоб высохла С немножко Большим цветом Я их Смешиваю Привычка Тоже Есть люди Которые Умеют Рисовать Не смешивая Сейчас Это модно Знаете Когда рисуют По цифрам Я правда Не видела Хороших работ Акварельных По цифрам Но акрилом Видела Если кто-то Этим увлекается Напишите Интересно Так Это у нас Будет Песок Сюда Дойдет Песок А перед Песком Здесь Будет Зелень Давай Иди сюда Чуть поярче Как интересно Вот эта Краска Выглядит Темнее Но она На самом деле Ярче И светлее Чем вот эта Которая На вид Сухой Более яркая Вот такие Вопросы Меня тоже Задают Почему я По всему Рисую По деревьям Опять же Для того Чтоб Все Сочеталось Чтоб Все Друг Другу Подходило Вот здесь У меня Что-то Потерялось Ну-ка Потерялся Цвет Немножко Ну а тут Вопрос Хочу я Сделать Как будто Там солнце Или что-то Светлое Можно Тогда Оставить Это Светлым Наверное Я не хочу Наверное Мне просто Просто Здесь Что-то Будет Это Полная Случайность Да Комочек Краски Попал На кисточку И вот Дает Вот такой Эффект Оставим Посмотрим Что с этого Получится Будет Синее Так синее Что же Сделать Да Это Наверное Из-за того Что краска Вот здесь Уже Заканчивается И в результате Там Комки Разные Да Вот эта Краска Она Меньшей По яркости Чем Вот это Как интересно Казалось бы Должно быть Наоборот Так как Это темнее В сухом виде Но акварель Акварель Такая Так Здесь Мы Зелень Добавим Сразу Ну Теперь Здесь Будет Вода Я Хочу Поднять Это Смочить Потому Что Вот здесь У меня Высохла Бумага Мне Надо Чтоб Зелень Перетекла В воду Так Какого Света Воду Сделать Ну-ка Это У меня Кобальт Давайте Кобальт И Чтоб Зелень Перетекала Вот здесь Случайные Светлые Места Я думаю Я их Оставлю Как будто У нас Там Может быть Волна Какая Это Может Кто Его Знает Но Чему-то Здесь Будет У нас Так Все Теперь Вот Это Должно Высохнуть Вот Как Красиво Вот здесь Разбивается Из-за Того Что Куски Пигмента Тяжелый Пигмент Пятна И вот Разбивается И дает Такие Потеки Класс Я Оставлю Сушить Вертикально Вот В таком Влажном Стиле Особенность В том Что Каждый Слой Надо Высушивать Что Что касается Размера Бумаги Тоже Часто Меня Просят Говорить О Размере Бумаги Это 30 Сантиметров На 23 С Половиной Да Вот Это Красиво Течет Аж Интересно Что Получится Ну Все Я Ставлю Вертикально Этот Альбом И Вот Так Он У меня Будет Сушиться Минут 15 20 Ну Вот Почти Высохло Вот Эта Часть Уже Полностью Сухая А вот Здесь Еще Чувствуется Холод Ну По цвету Может быть Еще чуть-чуть Посветлеет Но В принципе Уже Такое Будет Ну Вот Посмотрите Даже На Такой Бумаге На Дешевый Самый Обыкновенный Все равно Он Как Неплохо Вышел Первый Слой Для Этого Надо Много Воды Иначе Все Было Затертое Я Знаю Что Есть Художники Которые Рисуют Непрозрачно То То есть Они Кисточкой Много Водят Взад Перевод Много Слоев У них Тоже Хорошо Получается Вернее Не Тоже А Вообще Шикарно Получается Есть Даже Многие Знаменитые Но Это Совсем Другой Стиль Это Непрозрачный Стиль Это Когда Вы Не Можете Понять Это Акварельная Работа Или Гуашевая Скажем Или Акриловая А Может Даже Масло Но Если Вы Хотите Рисовать Акварелью Так Чтобы Было Понятно Что Это Акварель То Лучше Иметь Больше Воды Начну С того Что Сделаю Стволы Такие Легенькие Серенькие Неопределенного Цвета Вот У меня Здесь Есть Грязь На Палитре Я Ей Буду Рисовать Эти Стволы И Только Для Того Чтоб Я Их Видела Потому Что Когда Я Буду Зелень Наносить То Совсем Не Будет Видно Где Ствол А Где Зелень А Где Должен Быть Просвет Когда Мы Рисуем Деревья Самое Важное Это Просветы Листья Нарисовать Наверное Все Смогут Оставить Светлые Участки Для Просвета Это Уже Могут Не Все Я Сейчас Даже Не Думаю Какая Ветка Впереди Какая Сзади Может Быть Оно Кажется Уже Что Вот Это Типа Сзади Это Впереди Но На самом Деле Это Не Цель Даже Если Так Получается Сейчас Их Просто Надо Обозначить Я Я Думаю Давайте Сделаем Второе Дерево Но Может Быть Не Прямо Рядом С Ним А Вот Где-то Дальше Меняю То Что Было Карандаша Все Равно Не Видно Будет Зелень Она Поглотит Все Это То Не Будет Сильно Понятно Что Происходит С Ветками И Вот Здесь Деревья Видите Если Я Сразу Эти Стволы Сейчас Не Сделала То Я Б Их Кучка Прямо Растет А Здесь Типа Поляна Какая Это Красиво Вышло Так Как Мне Очень Нравится Вот Это Место И Вот Это Тоже И Если Я Что Тут Буду Рисовать То Я Конечно Их Потеряю Ну Теперь Займемся Листвой Она У нас Будет Зеленая Но Не сильно Яркая Так Как Это Первый Слой Он У нас Должен Быть По Цвету Как Самое Такое Светлое Пятно В Этой Зелени Такое Пойдет Ну Вот Теперь Нам Нужна Краска Не Такая Жидкая Но Все Равно Жидкая Давайте Представим Что Вот Вот Здесь У нас Как Кучка Такая Как Обычно На Деревьях Оно Должно Быть Светлое Пятнистое Теперь Вот Здесь Тоже Как Будто Бы Кучка Такая Местами Оставляем Просветы Здесь Здесь Сверху Масса А потом Сразу Под Массой Просветы Идут Ближе К веткам Большим Вверху Тоже Просветы Вот Вот Оно Естественно Получается Уже Хорошо Здесь Слишком Много Зелени Вот Здесь Поэтому Просветов Почти Нет А Вот Когда Отходит От Этой Большой Массы Корона Листьев То Начинаются Быть Какие-то Просветы Вот Здесь Просветов Тоже Не будет Но Пока Нам Не надо Про это Думать Так Вот Тут Внизу Тоже У нас Тут Тоже Какие-то Растут Листья И Зелень То 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 есть Я стволы Не обхожу Я по ним Прямо Рисую Там Где Надо Потом Наведем Еще Так Теперь Следующее Дерево Сейчас Я тут Хорошо Всю Грязь Смешаю Чтоб Был Чуть Оттенок Такой Более Темный И Когда Высохнет Он Будет Не Такой Яркий То же Самое Вот Здесь Делаем Определяем Вот Самая Большая Масса Вот Тут Самое Густое А Дальше Уже Идут Как С Просветами По Мере Возможности Не Всегда Получаются Вот Тут Красиво Вышло Но Сам Углу Оно Нам Не Сильно Надо Все Красивое Должно Быть Ближе К Центру Здесь Просветики Уже Даем Обычно Вот Эта Часть Где-то В 4 Раза Входит В Крону В Такие Большие Деревья В основные Деревья Есть Конечно Там Разные Китайские Деревья Которые По-другому Растут Но Такие Обыкновенные Деревья Нашинские Обыкновенные Деревья Обычно Вот Эта Часть 4 Раза Меньше Чем Все Остальное Так Ну Что И Вот Здесь Тоже Если Хочется Можно Оттенок Чуть Поменять Давайте Чуть Поменяем Это Опасная Краска Я Не Помню Ее Название Но Нам Сейчас Дает Эти Кусочки Маленькие Которые Получаются Не Там Где Надо Вот Как Вот Здесь Да В результате Как Вышло Интересно Сама Бы Не Придумала Акварель Это Такая Вещь Что Надо Принимать То Что Она Дает Причем С радостью С фантазией Тогда Все Будет Получаться А Без Этого Будет Только Кошмар Если Я Начала Вытирать Из-за Того Что Я Не Планировала То Уже Пошла Бы Грязь Да Вытирать Надо Запланировано Здесь Сильно Много Светлого Часть Можно Закрасить Дерево Можно Даже Повыше Сделать Здесь Ну Вот Нечто Такое Нам Надо Чтоб Это Высохло Тоже Что Дальше Я Хочу Вот Эту Часть Отделить От Песка Песок Будет Зеленоват И Грязный Эту Часть Отделить От Песка И Такой Более Зеленой Краской Какая Она Яркая Вот Эта Краска Она Более Спокойная Ну А Теперь Мне Нужна Вот Такая Интенсивность Краски Но Меньше Воды Пластмассовые Палитры Они Как-то Для Этого Не Подходят Так Я Бумагу Использую Причем Обыкновенную Это Обыкновенная Печатная Бумага Чаще Используют Акварельную Бумагу Тогда Лучше Цвет Виден Ну Что Я Вот Здесь Сейчас Буду Проводить У Полосу Какую-то Часть Побега Вот Этих Я Потеряю Жалко И Потом Обычно У ландшафтов Тень Идет В правую Сторону Потому что Если художник Правша То Освещение По идее Слева Поэтому Тень Идет В правую Сторону И Опять же Это Она У меня Пойдет По Вот Этим Кускам Так Что На Сто Процентов Я Это Место Не Сохраню Вот Этого Будет Может Быть Даже Только Красивее Давайте Будем Добавлять Зелень Почти Не Размешиваю Зеленой Краски Есть Одно Свойство Когда Влажная Она Такая Красивая Когда Высыхает Она Уже Не Такая Красивая Теряет Свою Яркость Не Надо Чтоб Светлее Было По Мере Удаления Здесь Разные Пропуски Получается Вот Кисточка Почти Сухая Это Уже Мы Подходим К той Части Когда Можно Рисовать Сухой Кисточкой Вот Эти Все Пятна Будет Неплохо Выглядеть Опять же Надо Не Переделать Если Будет Сильно Много Будет Некрасиво Будет То Что Я Говорю Затертая Замученная Я Вот Это Слово Часто Говорю Что Работы Замученные Когда Меня Спрашивают И Никогда Не Могу Найти Правильных Слов Чтоб Объяснить Что Это Значит Сегодня Вдруг Нашлось Затертая Вот Если Посмотреть На Вот Это Дерево Вот Оно Затертая На Вид Зеленая Краска Она Вообще По Натуре Такая Что Она Высыхает Жухла Потом Еще Виден Каждый Мазок И Получается Вот Такое Затертое Ощущение Поэтому Я Считаю Когда Делают Всю Работу Такую Это Возможно Не Сильно Привлекательно По Крайней Мере Для Меня Также Я Не Хочу Никого Обижать Никаких Художников Кто Так Рисует Вообще Вот Это Время Непрозрачная Акварель Но Я Считаю Прошло Сейчас Если Посмотреть На Лучших Художников Акварельных Акварелистов То Они Конечно Рисуют Все Прозрачно Все Больше Я Не Хочу Перемудрить Этим Зеленым Потому Что Получится Вот Та Замученность Я Уже Ее Начинаю Видеть Местами То То Это Краска Такая Тертая Какая Так Что Надо Вовремя Остановиться Пока Перейдем К Деревьям Ну Вот Думаю Зелень Зелень Делать Яркую Или Несильно Давайте Чуть Чуть Вот Этой Грязи Возьму На Кисточку Хоть Чуть Убрать Яркость Ну Теперь Полусухой Кисточкой Видите Слабая Краска Но Кисточка Полусухая Ну И Теперь Будем Заполнять Эти Ветки Вернее Не ветки А листву Освещение Падает Отсюда То Есть Тени Больше Будет Вот С этой Стороны Это У меня Сейчас Я бы Сказала Даже Средний Тон То То Это Я Еще Не Тень Делаю Если Даже Я Попаду На Светлое Место То Это Ничего Страшного Оно Высохнет Светлее И Мне Надо Пятна Мне Нужны Пятна Поэтому Я Пятна Эти Вот Так И Создаю Это Листва Надо Чтоб Высохла С пятнами И Кисточкой Я Уже Не Мажу Это Не Та Бумага Где Можно Так Делать Она Начнет Отдавать Предыдущий Слой То есть Смазывать Его И Будет Грязь То есть Пятна Вот Здесь Была Более Мокрая Кисточка И Видны Края Теперь Для этого Ее Надо Вытирать Вот Здесь Край Тоже Виден Но Он Слабее Из-за Того Что Кисточка Не Так Влажная Так Вот Здесь Теперь Я Не Забиваю Все Я Оставляю Границу Граница Остается За счет Этого Будет Объемность Какие-то Листья Дальше А форму А круглую форму Будем создавать Уже Тенью Так Ну вот Нечто Такое Теперь То же Самое Я делаю Здесь Этой же Краской Менять не буду Тут уже У нас есть Основа Темная То есть Она высохнет Не так Все равно Так Ну что Вот тут Светлые Участки Я терять не хочу Оставлю Их То есть Я их Не забиваю Я думаю Может быть Даже И хватит Так как Это дерево Сзади Здесь Верхушка Хорошо Вышла Можно Ее Так И оставить Теперь Вот эти Деревья Я им Тоже Уже Придам Чуть-чуть Чуть-чуть Зелени Им Тоже Повезет У них Тоже Будет Тень Теперь Деревья Должны Высохнуть Но В это Время Можно Сделать Тень От Дерева Вот Так Она У меня Пойдет Почти Параллельно Чуть-чуть Может быть Не Сделаю Параллельно Я Думаю Это Будет Лучше Цвет Для Тени Попробуем Сейчас Сделать Его Какая Яркая Краска У тени Вообще Цвета Нет Тень Приобретает Цвет Того Предмета На Который Она Падает Но Если Я Возьму Зеленый Такой И проведу Зеленую Тень То Она Будет Чересчур Яркая Вот Я Цвет Этот Сделала Зеленый И Казалось Беду Тот же Цвет И Вышел Типа Чего Замешивать Он Когда Высохнет Он Будет Глухой Если Я Оставила Первоначальным Возможно Он Получился Чересчур Яркий Так У нас Будет У нас Будет Я Вот Думаю Как Это Сделать Правильно Эта Часть Здесь Уже Крону Видна Так Вечерняя Тень И Вот Здесь Тоже Идет В Каком То Углу Она Должна Быть Темнее Здесь Будет Темнее Ближе К стволу Она Темнее А Потом Ну Давай же Не могу Краску Набрать Она Что-то Не Берется Взялась Теперь Сюда Сразу Коричневый Добавлю Там Сама Смешивается Эта Краска Если Захочет Она Хорошо Смешивается На этой Бумаге В первом В первом Слое А потом Уже Вот видите Сейчас уже Гуашевость Появляется Вот эти Мазки Я делаю И краска Не хочет Смешиваться Потому что Там уже Ее много И в результате Вот опять же Будет Это гуашевое Затертое Пятно Так Тут Мы сделаем Эту краску Чуть Еще Глуше Так как Это будет Тень Более Задняя Такого Рода Примерно Так же Она пойдет Пойдет На это Дерево Об этом Потом Будем думать Сюда Будет Выходить А жалко Это место Жалко Это место Вот здесь Чего я Тень не рисую Потому что Краска Зеленая На стволе Будет Другой Оттенок Сюда К стволу Ближе Вот так Подойдем Ну и От этого Ствола Тоже Идет Тень Но Эта Тень Уже За этим Деревом То есть Она На это Дерево Не попадет Она Вот Тут За деревом Появляется Смягчим Две тени Соединим Пусть Вот тут Будет Такое Пятно Интересное Эта Часть Наверное Можно Соединить Хотела Сказать Я не договорила Ну что Теперь Это должно Высохнуть Вот вам И легкая Работа Столько Работы Давайте Сделаем Отражение И Отражение Будет Темнее Но По цвету Не такое Яркое Как В оригинале С этой Краской Надо что-то Решать Либо Вымывать Либо Искать Больше Краски Вот Это Я думаю Подойдет Подойдет До Отражения Отражение Обычно Идет К Человеку Но Здесь Недостаточно У нас Воды Чтобы Это Видеть То есть Для Нас Она Будет Ити Прямо Оно Вернее Это Отражение Будет Ити Прямо Другая Другая Идет Ветка Другое Дерево И Вот Здесь Еще Одно Так И Эти Деревья Попадут В Отражение Вот Так У этих Деревьев Ствол Не Попадает Как Мы знаем Что Попадает Мы Берем Вот Эту Высоту И Прикладываем Сюда Мы Понимаем Что Ствол Вот Здесь То Вот Тут Пойдет Зеленая Чтобы Не Было Равномерным Значит Вот Здесь У Нас Зелень Вот Этот Участок Может Попасть Может И Не Попасть Считают Многие Что Типа Должно И Это Попадать Но Я Много Раз Видела Когда Берег В Отражение Не Попадает То Это Зависит От Свещения С Какой Сторон Солнце И Так Как Я Это Сейчас Из Головы Рисую То Я Честно Говоря Не Знаю Не Помню Теперь Вот Здесь Мы Отделим Сейчас Берег От Воды Тем Тем Темной Грязной Полосой Где Кисточка Тоже Дает Этот Плоский Участок Становится Как Плоская Кисть Где-то У нас Тут Идет Берег Вот Здесь Пусть Толще Будет То есть Он Тут Выше В результате Может Быть Немножко Создается Волна Тут Тоньше Так Нечто Так Нечто Уже Трогать Нельзя Пока Не Высохнет Даже Когда Высохнет Уже Будет Замученное Уже Так Что Пусть Такое И Будет Ну Что Теперь Деревья Прорабатывать Вот Я Вот Эту Краску И 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 Светлая Светлая Средняя Есть А вот Темного Нет Так Что Теперь Будем Создавать Темное То есть Это Надо Представлять Вот Скажем У нас Вот Здесь Участок Вот Здесь Кроны Будет Темный Страшно Темное Всегда Рисовать Кажется Ну Все Нет Без Темного Ничего 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 Будет Смотреться Хорошо Чтобы Получить Светлая Нужно Темная Это Дерево Если Так Оставить То Вот Это Вот Не Конченный Вид То есть Это Признак Того Что Человек Он Не Понимает Не Понимает Как Рисовать Вообще Не Только Акварель А Вообще Потому что без тёмного нет светлого. Без тёмного всё серое. И сейчас это прямо чёрное кажется, но это же акварель, вы же понимаете, она высохнет и будет уже не такая тёмная. Так, мне надо здесь сосредоточиться, поэтому я буду меньше разговаривать, потому что мне надо принимать решение, где у меня видно тёмное, где нет. Потом нужно ветки показывать. Например, вот здесь я хочу сделать ветку, то мне надо её обрисовать этими тёмными пятнами. Пока я их делаю как-нибудь, а потом я из них уже буду создавать форму. Потом, возможно, будет ещё темнее. Это ещё может быть не всё. Так, вот здесь, скажем, вот такие тёмные участки. Тут может быть чуть-чуть тёмное. Знаю, выдержите вы молчание или нет. Но, с одной стороны, понимаешь, что это нудно и хочется заполнить это пространство, молчаливое, звуком. С другой стороны, мне надо сосредоточиться. И вот я с этим борюсь. С другой стороны, мне надо сосредоточиться. И вот я с этим борюсь. Так, рукой опять влезла. Нет, чтобы подождать, чтобы высохла. Да на время смотрю, просто уже становится поздно. Так, вот тут хочется также дать нечто тёмненькое. Я, наверное, эти молчаливые фрагменты просто вырежу. Дам вам результат. Так, вот тут идёт ветка. Значит, за ней вот здесь будет тёмное. Больше тёмного должно быть с этой стороны. То есть, если представить, вот ветка, то за ней более тёмное. К самому верху не подходим. Так, есть. Знаете что, я её даже промывать не буду. Возьму другую кисточку. И теперь мне надо растушевать края. Вот эти все-все края надо растушевывать. Такими лёгкими прикосновениями, как точки, типа, делаем. Почему я решила, что это будет лёгкая работа? Типа дерево, типа деревья. На самом деле сложно рисовать. Если так пытаться делать похуже, чуть-чуть там хотя бы реализм, то на самом деле их сложно рисовать. Забыла. Давно не рисовала. Забыла, что на самом деле легче нарисовать портрет, чем дерево иногда. Многие считают, что абстракт легко рисовать. Не знаю, не знаю. Мы с мамой пошли недавно на вокшоп. Пару недель назад. Абстракт акварелью. Это было сложно. Мне кажется, даже у преподавателя не сильно получилось. Вот здесь важно, да, не затирать сильно. Чуть-чуть. Потому что так и хочется больше добавлять краски. Надо чуть-чуть. Теперь вижу недостатки кое-какие. Значит, вот здесь у меня идёт ствол. Его должно темнее пойти. Участки. Теперь вот тут он раздваивается. Вот эти все места надо показать тёмными. Тут идёт ветка. Ещё её немножко видно. Можно эти ветки на ходу выдумывать. Это всё мы тоже растушуем. Если где-то там в результате растушевки теряется ветка, ничего страшного. Когда высохнет, всё равно будет видно. Но когда влажно, это кажется, ничего не видно. Вот здесь у нас тоже будет тёмный участок. Внутри кроны вообще всегда темнее листва. И там тёмные участки, они прямо чёрными кажутся. Так, теперь пусть это высохнет. Мы перейдём сюда. Чтобы не было не сильно сухо, не сильно влажно. Но краска должна быть светлая. Так, ну что вы, давайте. Да, здесь такого креатива большого не надо делать. Теперь края. Но легче, когда вторая кисточка готовая. Всё, больше даже не надо. Только впечатление того, что здесь листва. То же самое с этим деревом. Так, вот у нас веточка. Здесь за веткой сразу тёмное наносим. И за этой тоже. Вот за этой веточкой тоже. Над этими не центральными деревьями можно так сильно не стараться. Они должны только массу создать. Если краска сильно влажная, то она будет вытирать то, что было внизу. И эти тёмные пятна будут светлее, чем надо. Пока это высыхает, надо доработать стволы. Так, давайте им возьмём немножко более коричневатый оттенок. Тёмный, но коричневатый. Пусть вот тут у него будет, как у стволов обычно бывает, какие-то такие пятна. Что-то фиолетовые краски хочется немножко. А у меня её уже нету. По краям тут чуть-чуть осталось, мне хватит. Ладно, возьмём такую. Вот такой фиолетовый, немножко серый оттенок внутри. И вот здесь проведём. Вот эта часть ствола тёмная. Туда тень попадает. Так, теперь вот эта часть ствола, на него падает тень. И эта тень пойдёт, я думаю, выше. Легче, когда её видно. Я думаю, она пойдёт выше. Тут немножко, чтобы не было края внизу. Вверху можно край оставить, потому что эта тень соприкасается со светлой частью ствола. Так мы её сделаем неровную. Как будто ствол неровный. И вот тут у него отходит веточка, куда идёт. Ну что, возвращаемся к этому дереву. Эта часть будет ствола тёмная. Не везде. Так, пусть она пойдёт. Эта часть ветки тоже будет отходить тёмная. А потом мы её оставляем светлой. То есть там, где вот здесь уже есть ветка светлая, мы её так и оставляем, чтобы её было видно. Если я проведу там тёмная, то ветки видно не будет. Вот здесь надо тень сделать темнее, чтобы этот ствол был чётче. Вот этот участок мы утемняем. Здесь тоже тёмную ветку делаем. Там, где позволяет толщина. Можно делать только пол витки тёмной, чтобы было понятно, что с одной стороны солнце, а с другой стороны тёмная ветка. Вот здесь вот этот участок, здесь надо провести вот здесь тень прямо к краю. А дальше мы эту тень размываем и удаляем от края, чтобы была видна полосочка маленькая. Вот так. У нас тогда понятно, что это теневая сторона. Ну-ка, давайте чуть теплее добавим. Ой, слишком много. Вот так, чтобы он типа коричневый был цвет. Вот сюда его чуть-чуть добавим. Здесь можно дупло сделать. Оно так и просится туда. Участки, где соприкасаются две ветки, одна тёмная, одна светлая. Этот участок надо делать чуть темнее. Ну что, теперь переходим наверх. Вот здесь надо решать, где виден ствол, где не виден. Вот он идёт. И пусть, например, вот здесь мы его дальше не видим. Вот здесь кусочек ветки видно. Так, этот ствол идёт дальше, приходит вот сюда. И вот тут нам кусок видно. Потом зелень, он теряется, теперь вот здесь появляется. Вот, теперь опять вот эта веточка идёт. Теперь зелень. Может, мы какую-то часть не видим. Здесь она появляется. Тут её кусочек виден. Пусть у нас вот тут видно какие-то куски. Так, дальше опять не буду разговаривать, чтобы сосредоточиться, чтобы всё это быстро сделать. Потому что иначе я буду до завтра рисовать. И вот мы... Свием. Ну дерево начинает вырисовываться, теперь какие-то ветки не такие яркие, они типа чуть дальше, они могут быть и толстые, не обязательно их там тоненькими вырисовывать, но они просто не такие яркие. Вот тут веточка идет, теперь ее надо найти в листве, продолжить. Ну что, как это дерево там на экране, теперь немножко разукрасим вот этот ствол, потому что его так прямо сильно вырисовывать не надо, он уже там дальше, плюс он не герой нашей работы, то есть мы его сделаем просто, то же самое стволы вот тут, на этом участке. Мы их делаем проще. Они получаются более яркие из-за того, что они стволы слабее. Так что мы их сейчас усилим, когда не будет так в глаза бросаться, как это ни странно. вот это вот мне так не нравится, мне так не нравятся эти пятна. Давайте-ка мы их смягчим водой и дадим краске самой высохнуть. Как высохнет, так и будет самое лучшее. То же самое с этой стороны, сильно их видно хорошо. Мы их смягчим. И как акварель захочет, так и будет. А это оставим, этот пусть будет яркий. Давайте я добавим чуть-чуть зелени в некоторых местах. Например, вот здесь, сильно беленькое, пусть будет там что-то зеленое. Немножко зелени. Так, в принципе, можно оставить. Небольшая мелочь вот здесь. Пару таких мазков. Я думаю, я смочу сначала этот участок слегка. Теперь мы какие-то темно-синие мазки тонкие сделаем. Как-то покажем течение воды. Так, чтобы не переделать их сильно много. Ну что, теперь это должно высохнуть и все. На сегодня хватит. Я сейчас высушу феном, потом вам покажу результат. Вот сейчас перед вами окончательная работа, которая полностью высохла. Если придираться, то, конечно, я могу найти много недостатков, над которыми можно было бы сейчас опять продолжать работать, усовершенствовать ее. Но тогда этому не будет конца и предела. Так что я решил оставить ее так, как есть. Не знаю, как это я решила, что это будет простая работа. Если кто-то пытался рисовать со мной, то вы меня извините. На самом деле деревья сложно рисовать. Я надеюсь, что это видео не получилось сильно затяжное. Я надеюсь, что не было сильно много молчаливых пауз. На этом я буду заканчивать. Спасибо всем за внимание. Спасибо за ваши замечательные комментарии к моему предыдущему видео. На сегодня это все. До свидания. И возвращайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!